Мама и папа будущих выпускников сели за парты. Родители попробовали себя в роли учеников и написали ЕГЭ по математике. Как взрослые справились с поставленной задачей и чем это полезно для детей, выясняла наша съемочная группа. Сегодня родители в полной мере смогли ощутить все, что чувствуют их чадо во время сдачи единого госэкзамена. Условия написания приближены к реальности. Поэтому прежде чем сесть за парты, необходимо предварительно зарегистрироваться и пройти рамку металлоискателя. Телефоны отбирать, конечно же, не стали, так как участие в экзамене дело добровольное. Здесь родители по-честному вспоминают, чему их учили в школе много лет назад, а у выпускников есть возможность отрепетировать предстоящее испытание. В этом году правила немного изменились. Вместе со взрослыми пишут и подростки. Рособорнадзор рекомендовал давать именно родителям, детям и педагогам. То есть, чтобы вот это взаимодействие было, потом они могли обсудить это, да, все моменты прохождения процедуры государственной итоговой аттестации и снять тревожность и стресс. Региональная акция «Сдам вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Дмитрове 16 февраля. Она прошла во всех общеобразовательных учреждениях Подмосковья, в том числе и в Лобнинских. Сегодня на завершающий этап в школу номер 10 приехали депутат Государственной думы Ирина Роднина, глава города Евгений Борешевский, теле- и радиоведущая народная артистка России Ангелина Вовк, депутаты городского совета, спортсмены, общественники, актеры. Уважаемые гости не только попробовали себя в качестве учащихся, но и понаблюдали за процессом со стороны. Их пригласили в штаб, откуда ведется видеонаблюдение из экзаменационных аудиторий, после чего каждый смог сделать собственные выводы о происходящем. Я думаю, что волнение есть всегда. Мы исключить его абсолютно никогда не сможем, но родители должны понять, если ребенок учился на протяжении всех тех лет, сдать, поверьте мне, те требования, которые есть, да, может быть, это будет не 100 баллов, но сдать это абсолютно возможно. Даже мы, которые заканчивали школу еще в прошлом веке, и то мы можем ответить на многие вопросы, которые, естественно, не просматривали, не были готовы. Это первое. Второе. Родители должны понимать, что чем больше они будут сами вселять уверенность своих детей, да, будут им в этом помогать, не нервировать и свои тревоги передавать им, тем будет легче детям. Школьники и их родители выполняли задания, приближенные к тем, что предстоит решать в конце учебного года, но в сокращенном варианте. Всего 21 вопрос из базовой математики и 60 минут в запасе. Но, как показала практика, этого времени достаточно, чтобы понять, ЕГЭ не так страшен, как принято считать. Когда ты знаешь предмет, как бы стараешься написать, понимаешь, что как бы в жизни тебе это пригодится, в дальнейшем поступлении. В принципе, можно спокойно написать. А вы сколько заданий сделали? Почти все. А что было самое волнительное? Наверное, когда ты открываешь сами задания, в этот момент, что там, вот и все. Когда ты уже погружаешься, ну, я думаю, что ничего страшного. Я, если честно, боюсь только вот этого вот ожидания. Когда ты весь год готовишься, пытаешься там что-то понять, что-то подучить, то вот этот вот процесс волнительнее. А когда ты уже приходишь на сам экзамен, это уже не так волнительно. Тебя отпускает, и ты погружаешься в работу. До выпускных экзаменов осталось пара месяцев. Еще есть время и возможность хорошо подготовиться. Теперь, зная процесс изнутри, задача родителей – оказать детям поддержку и помочь им поверить в собственные силы.